В день энергетика, который, напомню, отмечается 22 декабря, коллективу подразделений управления главного энергетико-металлургического комбината есть чем гордиться. Об этом говорят итоги года и главный из них экономия энергоресурсов. Подробности у Андрея Рыжкова. В мае месяце состоялась международная конференция по чистой энергии. Проходила она в городе Копенгали. И ПАО ММК заняло первое место в номинации лучшего энергоменеджмента в мире. Миллиард рублей. Столько удалось сэкономить всей промплощадке ПАО ММК в 2017 году. Почти половина этой внушительной суммы, 428 миллионов, сэкономлена благодаря внедрению энергоэффективных проектов в подразделениях управления главного энергетика. В этом году сэкономили уже 590 миллионов рублей. Этот показатель достигнут энергетиками 11 подразделений управления. Хозяйство энергетическое очень большое. Мы имеем взаимосвязь, естественно, и с ЧРДУ, Челябинское диспетчерское управление, потому что ММК является энергоснабжающей организацией города, теплоснабжающей организацией. Точно так же тепло даем в город. Мы на обогрев и левого, и правого берега. То есть периферия очень большая. Электроэнергию для нужд комбината и города вырабатывают три электростанции по ОММК. Тепловая, центральная и паровоздуходувная. У последней основная задача обеспечения дутьем доменного цеха. Параметры работы всех электростанций и не только круглосуточно отслеживают в Центральной диспетчерской службе управления главного энергетика. Мы видим сейчас на данный момент 610 мегаватт. Это общая нагрузка всех вырабатываемых электростанций в управлении главной энергетикой. И мы мониторим также прием. Так что у нас не хватает, потому что общая нагрузка комбината. У нас 930 мегаватт, очень недостающие мегаватты. Мы его также контролируем, потому что это идет закуп от МЭК. Одно из основных подразделений управления главного энергетика – кислородный цех. Его задача – обеспечение продуктами разделения воздуха доменного, кислородно-конвертерного, электростали плавильного, 11-го листопрокатного цехов. Кислорода и азота нужно много. С этого года в них дефицита не будет. У кислородной станции номер 5 запущена пятая воздухоразделительная установка. Это позволило нам дополнительно выработать и отдать потребителям кислород технический, азот высокой частоты, мы называем его промильный, ну и аргон. Газоанализатор показывает содержание кислорода в газе 99,82. Существующие блоки, которые до пятого блока у нас были, они выдают анализ кислорода 99,5, 99,7. То есть 99,82 у нас такого еще не было никогда. Новой установкой выдается продукция высочайшей пробы, да еще и в больших объемах. Кислороду мы добавили 31 тысячу по часу дополнительно по нашей станции, азот 30 тысяч по часу дополнительно. Кубометров больше, а энергозатрат меньше. Об этом говорит Владимир Иванович Пархоменко. Он руководил возведением новой воздухоразделительной установки в течение двух лет. Данная установка по предварительным расчетам должна потреблять электроэнергию где-то на 7-8 мегаватт меньше нижечасной, что очень даже существенно. У нас там на четвертой станции есть воздухоразделительная установка КТА-12-3, которая потребляет на свое производство всего 7 мегаватт. Одна установка будет, говорит, работать бесплатно. Безопасность и энергоэффективность – одни из основных показателей работы всех подразделений Управления Главного Энергетика. С ними в этом году все в порядке. Коллектив справился со всеми производственными задачами и с чистой совестью отметит День Энергетика и встретит Новый Год. Хочу поздравить весь коллектив подразделений Управления Главного Энергетикой с наступающим Днем Энергетика. И, пользуясь случаем, хочу поздравить с Новым Годом весь коллектив, все наши семьи. Пожелать самое главное – здоровья, счастья, удачи. Андрей Рыжков, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.